всем привет вот и меня спрашивали кто тебя спрашивал никто не спрашивал как дела обстоят свои дела и что тут строят смотрите фундамент свои заливают убрали стену которая оставалась здесь соседнего с этим зданием ну и что работа кипит некоторые думали что разрушат и ничего ничего не будет что ли или когда-то будет сейчас люди друзья спешат если деньги лишние есть спешать строительство их вбухивать чтобы не пришлось потом лишние деньги другие дела вкладывать так ну давайте посмотрим что здесь много жуткий ветер у нас опять но и без микрофона вот на память сниму середина лета она работает я тут сейчас видео снимаю терминалу поеду сейчас там судно к терминалу круизное судно пришло на подожди чья вы семья я уже не соображаю любит любит а мамину подругу встретил не узнала меня буду богатый так что я хотел вам показать что я походу ой не летом зимой зимой часто в город выходили погулять просто вот на тайкос выехал так что он хотел показать друзья хочу показать круизник 117 метров 217 метров чем-то осадка около 30 немецкий построен вот семьдесят восьмом году завтра пол седьмого утра уходят танец это больше холодное лето у нас так пляжи и не снимали еще ни разу а восемью наверно на карьера только на всем ездить пока тепло на гражданске еще одно здание реновирует по проспекта коз мой проспекта коз там уже надоел всем уже третья серия так оборвалась не даже тысячи не набрал и так резко никто не смотрит я думаю надо новое что-нибудь новье снять что третья серия на москать старая для зимы вот многие говорят лето заканчивается когда мухи становится злыми и кусается потому что они чувствуют что скоро лето закончен закончится так вот друзья я вам скажу такой секрет это не те мухи начале лета домашние мухи то один сорт они могут только жидкую пищу употреблять у них только у них только мягкий хоботок есть кося ветер проеду по этой улице здесь ветра нет так вот у них есть маленьких хоботок они если какая-нибудь твердая пища они просто на нее сплевывают и ждут пока она размягчится и потом ее всасывает хоботком вот и они где-то живут до середины лета а потом уже совсем другие мухи появляются они сейчас только в эти личинки опарыши их вот-вот только появятся вот они уже кусают друзья они имеют такие как челюсти а внешне вообще не отличить от этих мух вот домашних которые сейчас вот надо же замуровали вот пользуюсь случаем гостиницу покажу ресторан гриль гостиница без названия здесь милицейский участок был я его в одном видео снимал здесь заезд был для бобиков ну восемьдесят седьмом году еще еще он работал милиция была бобики меня в этот участок кстати приводили 8 85-ом вроде словили нас тут очень хотели приписать поршу государственного имущества не получилось потом родители штраф заплатили в детской комнате 25 рублей в школе на поле информации мозги компонсировали вначале комнату дружинника отвели возле тренчайского пруда уже оттуда уже отвезли в эту полицию извиняюсь в милицию и матери на работу позвонили вроде бы отпустили домой ночью я домой шел один сколько метам девятнадцать лет было вот и милицейский меня там бананом угол длинным знаю они ну советские но вроде они не ссср были закупались такие длинные резиновые они еще чтобы его утяжелить этого просверливали отверстия туда свинца заливали но это из области сказок может так и был помахал милицейский эти милицейский этим бананов и передо мной сидячим что-то не очень-то испугал а я думаю бить все равно не будет такая история что здесь так что будет у нас как к у нас свой замок смотрю уже верхушку башни железную каркас привезли сейчас покажу будет устанавливать может даже до праздника море успеет недель осталось сейчас когда какой-нибудь праздник в городе загораживают вот это вот место чтобы чужие не ездили потому что здесь паркинги есть вот только по пропускам потому что вот на пусть полная такая площадка знак навестили что нельзя машинам так как я покажу купол сейчас подъеду как по железной дороге едут ну пожалуйста вход платный будет на башню типа центр весь будет виден даже залив а может быть даже и море так будет выглядеть чем да и такие неплохие спортивные машины стал делать номер босс колесо крутится пустое новые туалеты уже поставили готовится в августе в городе весь месяц начиная с какого-то там числа до 31 августа спортивный фестиваль будет и так много разных событий но в основном какие-нибудь группы музыка там в общем не ютубовская диджеи всякие вот сейчас в ниде будет в конце недели фестиваль прикольные штурвалы вот люди пришли посмотреть на круизник Balmoral которым я рассказал в 88 года в 2003 году его реновировали что-то переделывали имел до этого четыре названия немецкий вот и завтра пол седьмого утра в смысле пятницу уйдет в Гданьск а пришел он сегодня четыре часа а у нас паровозик туристов возит фонтан с рыбками отключает интересно здесь монетки есть что вода мутная кстати монеток нету мне кажется про него туристы не знают они его даже не видят мило проезжают в общем виду другой покажу второй тоже не работает мало вообще про них кто чего знает мне кажется его с другого места сюда перекинули и отреставрировали все до завтра завтра может другой придет как я уже говорил в Гданьск в Польшу поедет поплывет не пойдет праздник моря начнется в четверг но праздничное шествие будет в пятницу в субботу так себе а в воскресенье уже все уже не интересно для воскресенья я не смогу снимать кстати так вот друзья праздник моря у нас 90 по счету круто немец на пилотке номер три семерки кстати друзья проезжая здание аналог стт называется я уже проехал только ну сейчас я покажу занимается там всякими чем оно занимается экономическими преступлениями вот такое вот здание дворик это здание что-то реновировали вот вот тоже мало кто знает про него а вроде бы на виду это здание это здание многоэтажное вот оно когда его построили после 2005 года вроде 2000 2007 я на него забрался ночью с телефоном на крышу и снял весь город я сейчас друзья эту запись вам покажу в те времена еще такие телефоны не очень-то они качественно качественно снимали но факт то что вот я запечатлел эксклюзивно ночной город с вершины этого так сказать вот этого вот небоскреба в кавычках поеду по улице Миниос до Аутайбер я думаю один болтик забрать надо 3 дня ждал 10 евро стоит болт ПМВ еще съезжу покажу один пруд я снимал его хотел снять в смысле в третьей части про Пис авеню проспект Прикос вот и не доехал до него сейчас покажу проспект проспект мира по-английски по-английски Пис авеню а я назвал Пис проспект потому что мне так прикольный показалось такое название как название какой-нибудь рок-группе или еще что-то здесь автомобильная площадка была раньше потом машины продавали сейчас смотрю какой-то склад сделали склад лесов кстати эти вот конструкции алюминиевые вот эти вот балки из нержавейки или они вот эти вообще покрыты оцинкованные или что одна штука 70 евро стоит а может даже и больше так что тут очень много очень намного так сказать уложено инженерий неиспредимый даже он есть будка охранника сейчас покажу шведские домики 50-х годов вот сейчас вот они сейчас уже их не узнать вся улица в них сейчас уже их не узнать вся улица в них советские домики афинские домики но 50-х годов все один один в один одинаковые у меня спросите что это за улица такая хитрая это друзья улица гелью улица цветочная улица цветочная по лему борту здания отчетные по правому борту нечетные вот эти вот и как бы вот я уже и проехал не работает какой-то автосервис бывший ну все снова выехал на улицу миниус кружок сделал показал вам эти здания финские ну как они финские модель скорее всего финская а как построены они после войны почти сразу вот какие-то камни тут камней очень много здесь булыжников свалено вот еще видим магазин тоже его не было и здесь что-то строят уже сваи залили забетонировали надо же паром пришел со смертением сейчас много машин едешь а пример архитектуры 90-х годов деньги были давай здание побольше построим кирпичное такое на несколько семей или сколько там вообще могли бы отель тут сделать а не успел одного только заснял в общем это туристы скорее всего с этого круизника взяли велики только они любят делать и поехали куда они там могли поехать к каналу Вильгельма сейчас обратно едут вот доминио вот видим фуры тоже лонтана тоже с грузового парома взяли фуры сейчас поедут по всей Литве здесь прикол я уже рассказывал раньше угол связали кто кто не хотел ждать зеленого света светопора чтобы на эту дорогу выехать так вот сделали слабом вон там машина выехать не может потому что потому что он по времени сразу не открывается если вы заехали на территорию без заколонки он открылся хотите просто проехать угол срезать он слабом этот не откроется он где-то через минут пять открывается только номер сканируется когда мы заехали то есть нужно топливо заправить вот и тогда он откроется чтобы на шару не ездили так сказать он даже автобус с парома с грузового нормальный трафик здесь друзья а то что веду их сделали так вот друзья он он пустой кто помнит мое видео про репорт я там белые машины считал вот сейчас подумал давай-ка красные так вот и стала матрица красные машины прогружать и там вот сразу же сейчас вот покажу улица Нидас это Миниос а там Нидас и так и нам и и «Осси» а Так вот, магазин автотоваров в Алтайве по улице Минио 129, он единственный работает до 7 вечера в обычный день и он вроде бы даже, не вроде бы, а единственный в воскресенье работает, а другие магазины этой фирмы в воскресенье не работают и в обычные дни они до 6 только в общем пошли коралловые, красные, коралловые машины тут раньше рынок был за 139 зданием во дворе, а там навесы были, я помню мелкие это его, ладно, сейчас не об этом ух, ух ты, а ювелир остался, Лайпевский ювелир давно он тут сидит или может даже нет уже ну пожалуйста, репорт вечером кстати, друзья, вы замечали, что аптеки вот при немцах и вообще вот и раньше, и вот и сейчас постоянно делают почему-то на перекрестках, вот как здесь и в центре города есть такая аптека, и вот это вот Луизис, которая на чайле улицы, а я ее не показал тоже на перекрестке почти находится в общем так делали, чтобы со всех улиц, с перекрестка было видно ух ты, поехал, поехал там эту аптеку, которую проехал, называлась не рыбная аптека, не рыбацкая аптека, аптека рыбака, рыбаков да, скучно здесь только что проехал Шунюку Гроча студия наверное там песикам прически делают и еще что-нибудь, ногти обрезают кстати, насчет названий вот этих вот непонятно так, кстати, буду ехать обычно, чтобы не заморачиваться название фирмы, это инициалы хозяев но, не только хозяев могут брать хозяева, допустим, первые буквы мужа, фамилию мужа, имя жены, первую букву имя дочки, допустим, или сына, тоже первую букву и с этих вот букв складывать какое-нибудь умное название вот я такую фирму одну знал вот и так неплохо получилось такое название у них а вот если бы она сейчас вот была, люди бы подумали ну что это такое за фирма такая почему не по-литовски, почему вот, а там было так хитро вот сложили вот заглавных букв название главное там в слове пять букв и даже гласные и согласные не повторяются тут расстроятся холдхаус это все, это все, друзья, улица Миниус это вот все кстати, здесь у одного жильца ламборджини вроде давайте глянем может он ее тут оставил хотя, но вряд ли он, наверное, в подземном гараже глядит не, нету я в прошлом видео говорил что не успел снять судно которое было 300 метров что оно самое длинное так вот это судно которое пришло вчера к здании 317 метров называется Мейн Шифт 1 так вот это мейн Шифт 1 так вот это мейн Шифт 1 так вот это мейн Шифт 1 Субтитры сделал DimaTorzok